Подготовка к стратегической сессии началась две недели назад. Сначала команд было девять, но в процессе работы ребята стали объединять схожие темы в одно, и на финальном мероприятии конференции студенты представили на суджуре четыре работы о наследии Великой Победы. Стратегическая сессия, она собирает людей для того, чтобы они подумали о каких-то очень важных вопросах, и это необязательные эксперты. Они могут прибегнуть к экспертному мнению, но в принципе они излагают свои представления о данном вопросе. Студенты в своих докладах рассуждали и высказывали мнение о том, как современная молодежь сохраняет наследие Великой Победы 1945 года. Есть ли преемственность поколения в этом направлении? Или на каком-то из этапов произошла переоценка ценностей? Илья Макаров и Дмитрий Уткин вместе со своими однокурсниками провели сложную работу по отслеживанию пути передачи наследия предков. Вся наша работа построена на рассмотрении вот этого пути наследования. То есть сначала у нас было первое поколение наследников, которые прошли эту войну, второе поколение наследников, которые уже внуки, дети, те, кто прошли эту войну. Как бы что досталось им от, какие потрясения достались им от этой войны. Потом еще поколение внуков, затем правнуков, тех, кто родился в 21 веке. Чтобы получить средства общественного мнения, ребята изучали данные соцопросов. Например, запросы Российского центра исследования общественного мнения или опросы российской газеты. Также мы проводили собственные опросы среди студентов или жителей Сарова. Опрос студентов родного вуза вселил Дмитрия надежду, что память о заслугах предков, историческое значение победы в Великой Отечественной войне будет бережно храниться его сверстниками. Студенты еще это то поколение, которое, по крайней мере, по рассказам своих родителей, дедушек, бабушек, помнят о Великой Победе. И вполне возможно, что дальше будут передавать это знание своим детям. Члены жюри стратегической сессии оценивали согласованность и слаженность действий команд, ораторские способности студентов и их умение презентовать свои доклады.